Перенестись на мгновение в мир народных преданий и легенд, в мир ингушской старины, приобщиться к культуре народа через музыкальный фольклор. Концерт государственной филармонии в Карачаево-Черкесии прошел на ура. С триумфом и багажом эмоций артисты вернулись домой. Любовь Барахоеву гастроли лишь раззадоривают и вдохновляют на новые творческие свершения. Она уже готовится к новому концерту и тепло вспоминает свое выступление на сцене филармонии в Черкесске. С оживленным таким, с особым и с особенным вниманием восприняли живую музыку, нашу прекрасную программу, ингушскую музыку с ингушскими песнями на ингушском языке, на красивом ингушском языке, вот как выразилась одна девушка. У вас такой красивый язык, вы к нам приедете еще раз? Ну, конечно, приедем, обещала ей, короче, от себя. Концерт с говорящим названием «Лейся, песни, играй гармонь», но играла в этот вечер не только она. Шедевры фольклора в исполнении камерного оркестра на время перенесли все в зале в край башен и легенд. Назрановский вальс, моя ингушетия, фантазии на ингушские темы – эти и другие произведения стали настоящим откровением для любителей национальной музыки. Живое исполнение ингушских вокалисток под аккомпанемент народных инструментов только помогал поддерживать атмосферу. Государственная филармония Ингушетия представила на концерте насыщенную программу на смену изящным вокалисткам. Со звонкими и нежными песнями пришли исполнители мужской вокальной группы «Луаман-Оас» в композиции с колоритом горцев «Лорсалида» и «Даймохк». Мужская вокальная группа в гастролях участвует не в первый раз, но от поездки в Карачаево-Черкесию остались под впечатлением. Ребята постарались удивить местного зрителя и одну композицию исполнили на балкарском языке. ГОВОРИТ ПРОГОНИЙ КАРАЗОВ Мелодии знакомы и каждому из нас с детства, под звуки и ритмы которых выросло не одно поколение. А вот зрители и слушатели из Карачаева-Черкесии открыли для себя нечто новое. Мы представили разный жанр нашей программы и наше народное творчество, и Ахмеда Хамхоева, непосредственно чьим именем названа филармония. Были вокалисты, инструментальная музыка. Программа была насыщенная. Зритель это очень сильно отметил, был удивлен, что в республике Ингушетия есть такой оркестр, и вообще они не знали, не очень были осведомлены нашим творчеством. Праздник народной музыки не последний. В годах в ноябре филармония КЧР планирует приехать с концертом уже в Ингушетию. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.